Добрый день, коллеги. Вопросы о настройке IP-адресов в матрицах MTX возникают достаточно часто. Связано это с тем, что в силу почтенного возраста этих устройств они не поддерживают DHCP, автоматического назначения IP-адреса с сервером сети, куда матрица подключается. Вместо этого у матриц MTX, а также у некоторых других устройств у DAC, например, компактного сервера M523 или шлюза IPC100 или даже, например, у флагманской матрицы M2 предустановлены заводские статические IP-адреса. У каждой модели этот адрес свой, но у всех экземпляров одной модели он всегда одинаковый. Информацию о том, какой именно IP-адрес предустановлен у той или иной модели можно найти в соответствующем руководстве по эксплуатации. Рассмотрим самый простой пример. Например, нам нужно изменить IP-адрес этой матрицы на 192.168.0.170. Для этого нам понадобится компьютер с установленным программным обеспечением AUDAC Touch 2, подключенный в ту же локальную сеть, куда и MTX. Вот у нас маленький свитч, через который подключен MTX и мой ноутбук. Открываем AUDAC Touch, заходим в раздел Devices, закладочкой Discovery и немного ждем, пока программа отсканирует сеть на предмет совместимых устройств AUDAC. Вот обнаружилась наша матрица. Добавляем ее в систему. Save. Заходим в раздел Saved. Вот она. Открываем. Пароль MTX. Большими буквами в латинской раскладке. Запомнить пароль. OK. OK. Settings. Network. И вот настройки сети. Все, что нам надо сделать, это изменить 192 на 170. Кнопочка Save. Настройки сохранены. Для того, чтобы проверить, еще раз заходим на матрицу, еще раз раздел Settings, еще раз раздел Network. Смотрим, какой сейчас адрес у матрицы. Все получилось. Пойдем дальше. Это был самый простой случай. Теперь возьмем пример посложнее. Что, если в разделе Discovery устройство находится, но кнопка Save не активна? Дело в том, что в последней версии AUDAC Touch 2 добавлен поиск устройства AUDAC по соседним подсетям. Это значит, что если ваш PC и устройство AUDAC находится внутри общей кабельной сетевой инфраструктуры, но при этом имеет несовместимые IP-адреса, то AUDAC Touch 2 все равно найдет и отобразит эти устройства в разделе Discovery. Разумеется, к ним не будет доступа для настройки и конфигурирования, но главное, вы будете знать IP-адреса этих устройств. Коль скоро IP-адрес матрицы MTX мы знаем, но добавить его в систему и подключиться не можем, значит, нам надо проверить и при необходимости изменить адрес нашего PC. Как это сделать? В правом нижнем углу находим иконку сетевых подключений, кликаем правой кнопкой и нажимаем открыть параметры сети и интернет. Я с трудом никак не удается мне привыкнуть к этому интерфейсу, поэтому я нажимаю кнопочку настройка параметров адаптера и перехожу к классическому отображению сетевых подключений. В этом окне отображаются все сетевые подключения, которые настроены на нашем компьютере. Мы сейчас точно знаем, что речь идет о проводном подключении Ethernet, поэтому открываем соответствующую иконку и в разделе сведения видим, какой IP-адрес установлен на нашем компьютере. Ну окей, вот адрес нашего PC. Но как понять, в одной ли они подсети с MTX или в разных? И что именно надо изменить, чтобы все устройства оказались в одной подсети? Здесь, на мой взгляд, требуется небольшой дисклеймер с моей стороны. На самом деле, теория сетей и адресация узлов в IP-сетях – огромный раздел компьютерных наук, охватить который в рамках нашего обзора нет никакой возможности, ну в общем и необходимости, так как в нашей каждодневной практике мы, как правило, имеем дело с так называемыми частными сетями, адресация в которых в общем смысле типовая и не слишком сложная. Но я хочу еще раз обратить ваше внимание, что мы рассматриваем очень распространенный, но все же частный случай, из которого нельзя сделать общего вывода о том, как устроена адресация сетей. Дальше мы будем рассматривать сети с 24-ой маской или в другом написании маской под сети 255-255-255-0. Это самый распространенный вид частных сетей, да и адреса устройства UDAQ по умолчанию находится в сети 192-168-00 с 24-ой маской. Еще один короткий дисклеймер. Понятие маска сети фундаментальное для современных IP-сетей и я бы рекомендовал всем углубиться в его изучение. Для желающих сузить поиск, я оставлю в комментариях ссылку на материал, который, по моему мнению, доходчиво объясняет, что это за явление и как оно влияет на сети. Итак, для того, чтобы разобраться в вопросе в одной ли мы под сети, нужно начать с вопроса, что такое IP-адрес. IP-адрес представляет собой уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP. IP-адрес представляет собой 32-битное число, которое записывается в виде четырех десятичных чисел со значениями от 0 до 255, так называемых октетов, разделенных точками. Например, 192.168.0.192, где числовые значения между точками – это первый, второй, третий и четвертый октет соответственно. При этом функционально сам IP-адрес состоит из двух частей и содержит два идентификатора – идентификатор номера сети и идентификатор уникального номера узла, он же конечное устройство в сети. В случае простых частных сетей, которые мы рассматриваем, первые два октета, как правило, одинаковы и не меняются. Чаще всего, но необязательно, они имеют значение 192.168. Третий октет может принимать значение от 0 до 255, и он как раз определяет номер сети или, упрощенно говоря, подсети. Четвертый октет, как и третий, тоже может принимать значение от 0 до 255, и он указывает на конкретное устройство в сети. Рассмотрим на примерах. Если два устройства, соединенные через коммутатор, имеют следующие адреса – 192.168.0.50 и 192.168.1.50, то они находятся в разных подсетях, так как значения третьего октета разные – 0 и единицы соответственно. При этом, если два устройства имеют адреса 192.168.0.50 и 192.168.0.51, то эти устройства находятся в общей подсети, так как значения в третьем октете одинаковые – 0. Возвращаясь к нашим устройствам. IP-адрес MTX – 192.168.0.192. IP-адрес моего ноутбука – 192.168.1.20. Значения в третьем октете разные – 0.1. Значит, устройства находятся в разных подсетях и не могут взаимодействовать. Что же делать? Изменить адрес матрицы мы не можем, так как не имеем к ней доступа. Поэтому просто поменяем IP-адрес нашего ноутбука. Закрываем сведения, открываем свойства, находим строчку с IP-адресацией и меняем одно значение. Значение третьего октета меняем на нолик. Ок. Ок. Закрыть. Если вы подключаетесь напрямую или через свой собственный маленький свитч, то выбор адреса прост. Напоминаю, что речь о цифрах в четвертом, последнем октете. Адрес должен быть в диапазоне значений от 0 до 254. То есть не должен быть 192.168.0.0 или 192.168.0.255. И должен отличаться от адреса матрицы. То есть не должен быть 192.168.0.192. Если вы подключаетесь через существующую сеть, вручную назначая своему компьютеру статический адрес, следует быть предельно осторожным и лучше бы проконсультироваться с администратором этой сети. Иначе последствия могут быть труднопрогнозируемыми. Итак, адрес указан. Нажимаем ОК. Еще раз ОК. И теперь через кнопочку сведения можем еще раз проверить, какой адрес установлен у нашего ноутбука. Видим. 122.168.0.20. То, что надо. Закрываем. Открываем AllDuckTouch. Как и в первом примере, заходим в Devices. В Discovery. Ждем пока система сканирует сеть. Вот наша матрица появилась. Добавляем. Заходим в раздел Save it. Снова вводим пароль. И сразу идем в Settings. Network. И видим, что доступ к сети у нас есть. Соответственно, мы получаем доступ ко всем необходимым настройкам. Включая настройки IP-адресации. При необходимости можем ее изменить. Теперь давайте рассмотрим еще один частный случай. Практически повсеместно сейчас используется протокол динамического и автоматического назначения IP-адресов оконечным устройством. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Это удобно и обеспечивает простоту эксплуатации сети, так как все работает само и во многом исключает возможность появления конфликта IP-адресов сети. Из-за удобства и широкого распространения DHCP часто наши мобильные устройства, в том числе рабочие ноутбуки, находятся в режиме автоматического получения IP-адресов сети. Но что будет, если такой ноутбук подключить к MTX? Проверим. Снова заходим в настройку параметров адаптера. Открываем наше подключение. Заходим в свойства. Находим строку IP-версия 4. И видим, что сейчас мы назначаем адреса ручным методом. Ставим галочки в «Получать адреса автоматически». Нажимаем ОК. Еще раз ОК. Дадим пару секунд компьютеру перенастроить адресацию. И через сведения видим, какой же IP-адрес мы получили. Видно, что этот IP-адрес имеет довольно странный вид. 169.254.88.35. Но не пугаемся. Адреса, первые два ОКТЭТа которых 169.254, это так называемые адреса «Link Local». Они существуют для автоматического конфигурирования IP-адресов в локальных сетях Ethernet в случае, когда DHCP-сервер отсутствует или недоступен. К сожалению, устройство Audac прежних поколений не поддерживает автоматическую адресацию «Link Local». Иначе устройства смогли бы договориться и работали напрямую. Но нет. Фактически, сейчас мы рассматриваем второй пример, когда PC и матрица в разных подсетях. И пути решения такие же, как во втором примере. Руками назначаем адрес ноутбуку в диапазоне сети, в котором находится матрица. Заходим на стойки матрицы и меняем ее IP-адрес на нужный. Затем снова меняем IP-адрес на PC. И, наконец, еще один частный вопрос. А нужен ли свитч для подключения PC к матрице? Или можно включиться напрямую? Попробуем. Вопреки мануалу, где сказано, что для прямого соединения нужен Ethernet-кросс-кабель, соединение устанавливается по прямому кабелю, распинованному по стандарту T568B. Далее все в соответствии с уже рассмотренными примерами. Если сетевой адаптер на PC настроен на статический IP-адрес внутри диапазона сети, в котором адресована сама матрица, то соединение будет сразу работоспособным. Если же на ноутбуке установлено автоматическое получение IP-адресов или статический адрес установлен вне диапазона сети, в котором находится адрес матрицы, то возвращаемся ко второму примеру. Руками назначаем правильный адрес ноутбуку, заходим в настройки матрицы, меняем ее IP-адрес на нужный, а затем снова меняем IP-адрес на PC. На этом все. Если у вас возникнут сложности, не забывайте обращаться в нашу техническую поддержку. Контакты указаны в описании к этому ролику. Мы обязательно постараемся вам помочь. До новых встреч!